Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я хотел бы узнать, не столкнулись ли я с контрзависимым поведением, с контрзависимым человеком. В моей жизни впервые случилось подобное, и сначала я пребывала в шоке. Я познакомилась с парнем где-то год назад, и у нас с ним всё шло хорошо. Общение развивалось очень быстро, успели сблизиться. Даже если я и думал о возможности отношений, то не всерьёзно. Но однажды он признался мне в любви, посвятил и сказал, что боится потерять, и что общение закончится. Я не знал, как реагировать, я была не готова, и спустил это на тормозах, так как мне нужно было немного времени. Через несколько дней, при личной встрече с ним и моей подругой, когда мы выпили, он и инициировал поцелуй, и сказав, что находится в сомнениях по поводу того, кем хочет меня видеть. Поцелуй я расценивала, как знак, что дальше отношения будут развиваться в этом ключе. Через месяц, во время личной встречи, я сама попробовала его поцеловать, но натверг меня, сказав, что мне ничто не хочет отношений. А позже, сказав, что во время моей неудавшейся попытки, я ощутил панику и страх. С этого и начались все проблемы. Мои попытки выяснить, кто мы друг другу, будто встречали стенку. Как-то он упомянулся, даже почувствовал, что его свободу пытаются ограничить, хотя инициатором, по сути, был он. Человек начал отдаляться от меня, он буквально пропадал днями и неделями, чтобы привиться лишь на пару минут сети. Последний раз он ушел спать, пообещав, что мы договорим на следующий день, так как уже поздно. Но больше он не читал мои сообщения, игнорировал мои звонки в течение месяцев, и я просто сдалась. Что это было? Это была попытка двух людей за счет друг друга решить свои проблемы. Потому что в данном случае не контр-зависимое поведение, о котором вы говорите. Вообще, что вы вкладываете в данном случае термин контр-зависимое поведение? Начнем с этого. То есть, понимаете, как бы использование научных терминов не специалистов. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Вы не психолог. Ну, всегда несколько странно выглядело. Тут всегда идет намек, и в какой-то степени, может быть, даже подозрение на рационализацию, на отстранение, отодвигание от себя проблемы. Не проживание проблемы в полной мере, а попытка ее избежать, если угодно. Поэтому, на мой взгляд, я бы сперва определился с терминами. Что вы понимаете под контр-контр-зависимостью? Вот. Что вы, как бы, вкладываете в это понятие? Это первое, да? Второе. Я познакомилась с парнем где-то год назад, у меня с ним все шло хорошо. У нас с ним. Познакомились вы каким образом? Познакомились вы на почве чего? Что вас объединяло? Что вас связывало? Да? Вы говорите, что общение развивалось очень быстро и успели сблизиться, но вы не можете, как бы, говорить это за двоих. То есть вы можете в какой-то степени говорить только за себя. Вы не можете говорить из-за него, из-за себя. Понимаете? Поэтому здесь, ну вот, в какой-то мере, очень важный вопрос. Даже если я и думал о возможности отношений, то несерьезно. С чем это связано? Это связано с тем, что вы хотите, в принципе, несерьезных отношений? Это связано с тем, что у вас было болезненное расставание и вы как-то его проживаете? С чем это связано-то? Но однажды он признал, что мне в любви посетить, сказал, что боится потерять и общение закончится. Я не знал, как реагировать. А с чем это связано? Что это за состояние, где вы не знаете, как реагировать? Я была не готова и спустила это на тормозах, так как мне нужно было немного времени. Знаете, это больше похоже на избегание. Через несколько дней при личной встрече, когда мы выпили, он инициировал поцелуй, сказав, что находится в сомнениях по поводу того, кем хочет меня видеть. Что здесь хочется отметить? Здесь хочется отметить недостаток личностного взаимодействия. Чрезмерное центрирование на самих отношениях. Да? То есть, когда от содержания мы переходим к форме. Это говорит о поверхности общения. Ну и да, когда человек говорит, что сомневается, кем хочет вас видеть, человек сомневается в своих чувствах. Неважно, боится он или нет. Поцелуй я расцениваю, как знак, что дальше отношения будут развиваться в этом ключе. Скажите, пожалуйста, вам человек прямо говорит, что сомневается в том, кем он хочет вас видеть. Вы расцениваете поцелуй, как знак, что дальше отношения будут развиваться в таком ключе. Кроме как выдать желаемое за действительное, я это никак по-другому рассмотреть пока что не могу. Вам человек прямо говорит, что он не знает, кем он хочет видеть вас. Вам человек прямо говорит, что он сомневается в своих чувствах. Вы его поцелуй расцениваете, как то, что отношения будут продолжаться в таком ключе. Из этого я делаю вывод, что вы свои цели преследуете в отношениях, свои желания удовлетворяете в отношениях, а мужчина свои. Нет, это нормально. Просто здесь как бы степень этого при уровне коммуникации между вами приобретает деструктивный характер. Через месяц во время личной встречи я сама попробовала поцеловать его. Скажите, пожалуйста, чем продиктована такая перемена? Да еще через месяц это... довольно большой, как мне кажется, срок. То есть месяц это довольно много. Вот. Вы попытались инициировать поцелуй, говорите вы. А что изменилось, что вы вот... попытались поцелуй-то инициировать? Ведь вы же говорили, что к отношениям не готовы, если я правильно вас понял. А сейчас уже вроде как получается, что вы готовы. Понимаете? То есть здесь как-будто бы про то, что до тех пор, пока я от человека не получу ясного для меня подтверждения, что он во мне заинтересован, сама я как-то вот инициативу, да, проявлять, ну, вероятно, не буду. Понимаете? Какая штука? Какая штука здесь? Ну вот, как бы... исходя из того, что вы описываете, какой вывод я могу сделать? То есть это вот... ваше недоверие, он такой получается, самой себе. Ну, получается. Получается, что вы вот себе как-будто бы не доверяете. Получается, что вы как-будто бы больше на человека опираетесь в этом контексте, чем на себя. И повторюсь, о ваших чувствах ни в словах. Дальше. Значит, он отверг меня, сказал, что не хочет отношений. Позже, сказал, что во время моей невидавшей попытки ощутил панику и страх. Здесь история про личные границы. Есть такая психологическая игра «Догонялки». Это аналог детской игры, в которую играют дети, когда играют в догонялки. Да? То есть вот один убегает, другой догонял. Вгрузцы в эту игру играют так же, таким вот образом, каким описываете это вы. То есть один человек приближается, другой как бы отстраняется, другой человек начинает приближаться, первый, соответственно, отстраняется. Это история про слабые личные границы. По сути, свои. Вот. И, соответственно, соответственно, в этом направлении вам нужно двигаться. Вот. Как мне кажется. А у меня-то, вот, с личными границами как? Вообще. Да? Вот. Мне-то, как бы, с личными границами как работаются. Я-то их, как, ну, вот, ощущаю, да, чувствую и так далее, да, то есть, как бы, вот, насколько хорошо, может быть, я их, ну, ощущаю, да, насколько хорошо я их чувствую и так далее. Понимаете, да? Понимаете, да? Какая история здесь? И, соответственно, нужно на это обратить вам свое внимание. Вот. Как мне кажется. А, дальше идем. А, следующее. Ну, дальше. Значит, эм, так, как-то упомянул, так, что даже поджинствовал свою свободу, пытаясь сохранить, да, это вот, ну, проблема с личными границами. Он буквально пропадал днами, да, после этого начал, как бы, исчезать, да, это вот психологическая игра догонялки. Вот. И, таким образом, отвечая на ваш вопрос, как бы, относительно того, насчет, эм, что это было, да, вот, ну, как бы, вот. Отвечая на этот вопрос, что это было, я могу сказать, что это были вот как раз такие отношения, где вы не в полной мере, скажем так, себе доверяете, понимаете, да, какая штука, и соответственно, на мой взгляд, вам желательно учиться, себе доверять, по большому счёту, вот, вот такая история здесь получается. На этом всё, я надеюсь, что вам было это полезно, интересно, вот, и буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот, желаю вам всего самого доброго и удачи, вот, мне кажется, что вам имело бы смысл определиться с тем, чего вы хотите, вот, ну, как бы, в первую очередь, да, вот. определиться со своей, вот, так скажем, позицией, да, определиться, ну, как бы, с тем, что вам нужно вообще. То есть, если вы не готовы, то как это проявляется, если вы готовы, то как это, соответственно, ну, выражается, да, вот. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok